В целом, сахарный диабет первого типа, который является основной формой диабета в детском возрасте, у детей до года встречается довольно редко, но тем не менее, такие случаи бывают. Конечно же, особенностями инсулинотерапии в этом возрасте является необходимость введения очень маленьких доз инсулина, потому что потребность в инсулине невысокая. И, как правило, наиболее оптимальным методом инсулинотерапии в этом возрасте является использование инсулиновых помп, потому что они могут вводить совсем небольшие дозы инсулина. И у нас есть возможность подобрать инсулинотерапию наиболее оптимально в соответствии с потребностями для конкретного ребенка, особенно учитывая, что дети до года, как правило, находятся на грудном или искусственном вскармливании. И требуется, в общем-то, рассчитывать очень точно количество инсулина. Кроме того, например, на грудном вскармливании питание будет довольно нерегулярным. И от приема пищи до приема пищи количество, объем грудного молока может быть очень разным. И, конечно, нам нужно вводить ровно то количество инсулина, которое требуется в соответствии с этим объемом. В этой ситуации, как правило, действительно наиболее оптимально подбирать инсулинотерапию, подбирать дозы инсулина по показателям глюкозы. То есть, конечно, питание может быть нестабильным, но в то же время, в общем-то, мама уже, наверное, примерно понимает, сколько ребенок съест и может подобрать, соответственно, этому количество инсулина. Если для, может быть, более точного подсчета, особенно если речь идет об искусственном вскармливании, мы, конечно, можем посмотреть количество углеводов в смеси, да, посмотрев на банку, на упаковку, и рассчитать, обычно на школе диабета обязательно обучают способом подсчета углеводов в еде, да, посчитать количество, соответственно, углеводов, которые в том объеме, который дает мама. При использовании инсулиновой помпы не будет проблем разбить дозу инсулина на несколько частей, да, то есть мы, конечно, не можем сказать, что наверняка весь объем ребенок съест, но постепенно дозировать по частям весь инсулин никаких сложностей не составит при использовании инсулиновой помпы. Конечно, у маленького ребенка потребуется контролировать глюкозу гораздо чаще. Это связано с значительно более выраженными колебаниями глюкозы в течение дня. И, конечно, опять же, здесь на помощь могут прийти технологии, непрерывный мониторинг глюкозы может использоваться у маленьких детей. Но и при, в общем-то, контроле глюкозы, возможной с помощью глюкометров, как правило, измерять глюкозу надо как минимум перед едой, где-то через полтора-два часа после еды. Ну, то есть для маленького ребенка фактически придется измерять глюкозу каждый час, час-полтора, наверное, да, за исключением, может быть, ночного времени, где это может быть реже. Но, тем не менее, у маленького ребенка, конечно, потребуется очень частый контроль показателя глюкозы. И, наверное, наиболее оптимально здесь использовать систему мониторинга, которые позволяют без проколов пальца измерять глюкозу. И, в общем-то, прогнозировать и тенденции глюкозы для того, чтобы можно было как-то опереждать развитие событий. Все довольно индивидуально, но, как правило, конечно, инсулинотерапия у детей с сахарным диабетом первого типа, это интенсифицированная инсулинотерапия, которая подразумевает введение и инсулино-длительного действия, и инсулино-короткого действия. В общем-то, даже у детей грудного возраста, да, инсулинотерапия будет подразумевать введение базально-болюсную схему введения инсулина, ну, за исключением, естественно, инсулиновых помп, где используется только один вид инсулина. В целом здесь никаких особенностей и у детей грудного возраста, и у детей более старшего возраста по питанию нет. Мы всем рекомендуем те же самые принципы, которые рекомендуем и для общих детей в целом, да, то есть здесь никаких особых ограничений нет. Естественно, что при сахарном диабете потребуется подсчет, анализ количества углеводов в том прикорме, который родители дают детям, и учет, в общем-то, этого количества в дозе инсулина, который будет вводиться. Конечно, не всегда мы заранее можем сказать, какое количество еды ребенок съест, и, возможно, потребуется вводить инсулин не перед едой, как наиболее оптимально с точки зрения контроля показателей глюкозы, а после еды, но здесь уже, к сожалению, другого варианта нет. Места инъекций у детей грудного возраста, в общем-то, по сути дела, те же самые, как и у детей более старшего возраста. В действительности, наиболее проблемным возрастом с точки зрения развития подкозы жировой клетчатки является возраст где-то от 2 до 6 лет. У детей грудного возраста, да, в условиях, в общем-то, нормального роста и развития достаточно подкозы жировой клетчатки, чтобы можно было сделать инсулин и в область плеча, и в область живота. Ну, в область ягодиц, конечно, у грудного ребенка инъекции делаются крайне редко, да, связаны, в общем-то, с использованием тех же самых памперсов, да, которые препятствуют такое введение инсулина. Ну, кроме того, удобнее, наверное, удобнее всего делать в плечо детей, маленьких детей вполне достаточно, в общем-то, для этого достаточное развитие подкозы жировой клетчатки. Признаками серьезного снижения уровня глюкозы, да, то есть гипогликемии у совсем маленьких детей, у детей раннего возраста, могут быть, например, раздражительность, капризность, какая-то, может быть, избыточная плаксивость, то есть какие-то отклонения именно в настроении. То есть, конечно, маленький ребенок не подаст каких-то специфических сигналов, признаков о том, что у него слишком низкая или слишком высокая глюкоза, и родитель здесь может ориентироваться именно на настроение. Ну, кроме того, гипогликемия, то есть низкий уровень глюкозы может приводить к слабости у ребенка, да, вялости. Но я бы все-таки хотел сказать, что, наверное, не стоит ожидать того, что каких-то симптомов, да, гипогликемии у ребенка, все-таки целесообразно проводить частый мониторинг глюкозы, целесообразно использовать непрерывные системы мониторинга, для того, чтобы наверняка и точно знать, какие показатели глюкозы у ребенка, да, потому что симптомы не всегда достаточно у маленьких детей, не всегда специфичны, да, дети сами не могут сообщить о гипогликемии, и рассчитывать на то, что вы сможете вот именно по состоянию ребенка понять, что глюкоза высокая или тем более низкая, на это рассчитывать не стоит. Действительно, мы сталкиваемся с такими, в общем-то, мнениями и даже подходами среди некоторых родителей. Нельзя сказать, что это правильно и принято. Конечно же, для детей с сахарным диабетом, как и для всех остальных детей, рекомендуется обычное полноценное здоровое питание с достаточным содержанием и углеводов, и белков, и жиров. В целом, примерно 40-50% всего колоража за сутки, да, должно приходиться именно на углеводы, как для детей с диабетом, так и для остальных детей. Поэтому, конечно, углеводы крайне необходимы для ребенка, они необходимы для нормального роста, развития. В углеводах содержится основная энергия, которая необходима для функционирования организма. И на сегодняшний день, в общем-то, все и российские, и зарубежные рекомендации придерживаются такого подхода. Нигде мы не можем, не встретим рекомендаций по ограничению углеводов у детей. И в действительности, на сегодняшний день есть косвенные данные, которые указывают, что подобного рода диеты могут приводить к нарушениям нормального физического развития у детей. Кроме того, в общем-то, сбалансировать питание при серьезном ограничении углеводов родителям будет довольно сложно. То есть, есть риск того, что ребенок недополучит не только углеводов, но и ребенок недополучит каких-то других важных микроэлементов или витаминов. То есть, это непростой процесс заменить одни продукты на другие, потеряв только лишь в углеводах. Поэтому, в общем-то, это сложный процесс. И в целом, исходя из потенциального негативного влияния на физический рост, развитие ребенка, мы, конечно, такие диеты не рекомендуем. И что касается питания, конечно, эти вопросы нужно обязательно обсуждать со своим врачом, для того, чтобы избежать какого-то пагубного воздействия. Мы рекомендуем посещать детского эндокринолога не реже одного раза в квартал. При посещении детского эндокринолога, конечно же, оценивается уровень гликирового гемоглобина, который отражает средний уровень компенсации диабета за прошедшие три месяца. Детский эндокринолог оценивает то, как ребенок растет, развивается, то есть его физическое, другое развитие. И, конечно же, оценивается эффективность лечения проводимого, показатели глюкозы, профиля глюкозы и так далее. То есть, наверное, такая оптимальная частота обращений не менее, не реже одного раза в три месяца. Конечно, если возникают какие-то сложности, какие-то жалобы у ребенка, то совершенно оправданно обратиться, не дожидаясь этого времени, к детскому эндокринологу. Для всех детей, детей всех возрастов, сейчас рекомендации по целевому уровню гликирового гемоглобина одинаковые. Они составляют менее 7%. Действительно, если такой же уровень рекомендуется в общем случае для взрослых пациентов с сахарным диабетом первого типа, то есть мы сейчас пришли к единым целевым параметрам по гликировому гемоглобину и для детей, и для взрослых пациентов без осложнений. С одной стороны, это достаточно удобно, проще оперировать едиными стандартами. Кроме того, это произошло во многом благодаря тому, что раньше достижению более низкого гликирового гемоглобина препятствовали, в первую очередь, гипогликемические состояния, которые у детей встречались гораздо чаще, чем у взрослых. Но сейчас, благодаря современным технологиям, мониторингу, помпоинсулинотерапии, современным инсулином, конечно, удалось значительно снизить риск гипогликемических состояний. Мы имеем возможность сейчас для детей любого возраста, в том числе грудных детей, рекомендовать те же целевые показатели, как и у взрослых.